Как Карельские дали ясны, как Онежская блещет вода, Первомай это праздник весны, Первомай это праздник труда. Вместе со всем советским народом торжественно встречают Первомай труженики Карельской земли. Онежской ордена Октябрьской революции тракторный завод. От его проходной начнет праздничное шествие Многотысячный коллектив трактора строителей. Высокими трудовыми победами отмечают в нынешнем году Онежцы свой 200-летний юбилей. Прошедшего июня 30-го числа по учинении пушечной пальбы две доменные печи в действие пущены благополучно. Почему теперь и считается уже тот завод действительным? Докладывал в 1774 году главный командир обермастер Ярцев в государственную Берк-Коллегию. На берегу реки Лососинки в полутора километрах от Онежского озера был заложен чугуноплавильный и железоделательный Александровский завод. Так выглядел он почти два века назад. Его история тесно связана с историей России, с ее военной славой, с победами Суворова и Нахимова, с революционной борьбой российского пролетариата. Передовые рабочие завода составили ядро Петрозаводского большевистского комитета. Этот снимок запечатлел для нас празднование 1 мая 1917 года. Субботник, посвященный 104-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Одной из ячеек нового социалистического общества назвал Владимир Ильич коммунистические субботники. Эти слова онежские тракторостроители из года в год подтверждают самоотверженным трудом. В буднях и праздниках девятой пятилетки коллектив завода в авангарде всех передовых начинаний трудящихся республики. Утро 20 апреля. Все онежцы заняли свои рабочие места. Даже те, кто находился в отпуске, пришли в родной цепь, встали к станкам. Тридцать два новых трактора. Таков вклад заводского коллектива в копилку всесоюзного коммунистического субботника. Добиваться высоких производственных результатов онежским тракторостроителям помогает творческий труд, высокое профессиональное мастерство. Шлифовщик инструментального цеха Евгений Иванович Евсеев, старший представитель славного рабочего рода Евсеевых. 140 лет трудятся Евсеевы на заводе. Конструктором, руководителем группы работает брат Евгения Ивановича, Александр Иванович. Анна Евсеева, старшая дочь Евгения Ивановича, оператор копировальной машины. А младшая дочь, Оля, ученица торгово-кулинарного училища, проходит практику в заводской столовой. И таких потомственных онежцев на заводе много. В одном цехе работают передовые станочники Юрий, Аркадий и Владимир Лысовы. Алексей Васильевич Савельев, заместитель главного технолога. Алексей Алексеевич Спирин, мастер второго механического цеха. Лекарщик Леонид Александрович Чижиков. Все они представители славных рабочих династий. Герой социалистического труда, фрезеровщик Павел Михайлович Чихонин. И знаменитый на заводе рабочей династии Чихонинах, насчитывающий около 300 человек. Можно уверенно сказать, что дела и успехи коллектива стали личной заботой каждого рабочего. Напряженный встречный план на четвертый определяющий, принятый онежцами, значительно превышает контрольные цифры задания на 1974 год. Высокая оценка тракторов онежского завода подтверждена золотыми медалями и дипломами многих международных выставок. Рассказывает директор завода Борис Наумович Одлес. Что примечательно сегодня в машинах, выпускаемых нашим заводом? Если длительные годы трактора, изготавливаемые для лесной промышленности, предназначались для механизации только лишь одной операции – трилевки леса, то в настоящее время тракторы, выпускаемые онежским тракторным заводом, являются универсальными лесными тракторами. На базе трактора ТРТ-55 создано целое семейство машин, позволяющее механизировать лесосечные работы, в том числе сбор пачки, трилевку, валку, погрузку на автомобильный транспорт, а также лесохозяйственные и сплавные работы. В настоящее время мы серьезное внимание уделяем совершенствованию управления. Причем модернизация, если можно так сказать, управления, строится на основе электронной техники. С этой целью в цехах завода устанавливаются специальные регистрирующие устройства, которые собирают информатию непосредственно с рабочего места. Информатия, записанная на перфа-ленту, поступает на информационно-вычислительный центр завода, оборудованный электронно-вычислительной машиной «Минск-32». Сейчас наши конструктора работают на дальнейшей модернизации трактора ТЛТ-55. В настоящее время проходят государственные испытания трактор ТЛТ-55М. Более мощная и совершенная машина. Коллектив завода работает над тем, чтобы в дни празднования 200-летия завода перейти на выпуск трактора ТЛТ-55А, поставив на конвейер машину 75-сильным двигателем. В праздничных колоннах трудящихся Петрозаводска среди тех, кто рапортует сегодня в стране о своих трудовых победах, прославленный коллектив онежских тракторостроителей. «Да здравствует 1 мая! День международной солидарности трудящихся всего мира! Ура!» 200-летию завода 20 ударных недель. Под таким девизом развернулось в заводских цехах социалистическое соревнование за досрочное выполнение заданий 4-го года пятилетки. Обращаясь к участникам 17-го съезда комсомола, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев сказал, «Нет пограничной черты, нет водораздела, глядя на который можно было бы сказать, вот это настоящее, а это будущее. Уже сегодня, каждым днем своей трудовой жизни, надо строить и утверждать это будущее». «Да здравствует героинь и рабочий плац самих советов ведут здесь слива строительства и коммунизма! Ура!» «Да!» 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 «Да!»